Ребята, всем привет! Я рада видеть вас на моем канале и в сегодняшнем видео я хочу дать вам пару советов по поводу самостоятельной организации бюджетных путешествий. Как вы знаете, в последние пять лет я очень много путешествовала и накопила в этой сфере некоторый опыт, которым я хочу сегодня поделиться с вами. Сразу отмечу, что я буду говорить именно о коротких поездках, которые укладываются в рамки, ну допустим, отпуска, а не о длинных каких-то путешествиях, ну например, зимовке в Таиланде и так далее, потому что длинные путешествия все-таки немножко отличаются по организации от коротких. И первый момент это визы. Первое, что я делаю, когда у меня возникает возможность и желание полететь в ту или иную страну, я проверяю, нужна ли мне виза. И всем советую начинать именно с этого пункта. Для того, чтобы проверить, нужна ли вам виза в конкретную страну, вы можете зайти, во-первых, на сайт консульства этой страны, во-вторых, на форум Винского, в-третьих, в Википедию, где существуют целые разделы по спискам стран, которые являются визовыми и безвизовыми для вашего конкретного гражданства. И последний ресурс по этой теме это сайт авиакомпании KLM. Вы можете зайти на этот сайт, вбить все свои данные, и он вам просчитает различные варианты. Следующий пункт это авиабилеты. И, наверное, это тема, которая волнует всех, ну самым наибольшим образом, потому что, ну, наверное, половина затрат на путешествия, если не больше, это конкретно авиабилеты. Так как тема очень глубокая, так как можно очень долго про нее рассказывать, там очень много разных подводных камней, хитростей, я думаю, что я могла бы снять для вас отдельное видео и рассказать про все те хитрости, трюки, все те правила, которым следую я при покупке авиабилетов. Если вы хотите, чтобы я сняла подобное видео, то напишите мне, пожалуйста, об этом в комментариях, и я с удовольствием для вас это сделаю. Что касается меня, то я использую два сайта, это SkyScanner и Mamonda, но я не покупаю билеты через эти сайты, через, точнее, посредников, которые предлагают эти сайты. Я покупаю билеты напрямую на сайтах авиакомпаний. Конкретно SkyScanner и Mamonda я использую только для того, чтобы примерно оценить порядок цен на нужные мне даты, на нужное мне направление, и установить, у какой авиакомпании на данный момент самое выгодное предложение. На самом деле это исключительно мой выбор, просто я не люблю работать через посредников, поэтому я делаю именно так. Но, возможно, вам будет удобнее совершать покупку авиабилетов через какого-либо посредника. Также я использую такой вариант, потому что иногда данные поисковики не совсем корректно отображают информацию. Это бывает редко, но все-таки бывает, я такое замечала, поэтому я предпочитаю всегда все делать уже конкретно через сайты самого авиаперевозчика. По поводу авиаперевозчиков я хочу сказать, что я очень люблю различные бюджетные авиалинии, бюджетных авиаперевозчиков. Конкретно в Азии мы все-все-все перелеты всегда совершаем с компанией AirAsia, потому что, наверное, это самая дешевая авиакомпания, самая удобная. У них штаб-квартира находится в городе Куала-Лумпур, столице Малайзии, до которого нам совсем недалеко отсюда добираться, лететь, опять же, на самолете AirAsia. И просто для нас очень удобно и совершать пересадки с этой авиакомпанией, и то, что она очень и очень бюджетная. И еще по поводу билетов я очень рекомендую вам обратить внимание на маршрутные карты, которые существуют на сайтах, в общем-то, всех авиаперевозчиков. Здесь есть такая хитрость. Некоторые направления, например, Москва-Бангкок или Москва-Куала-Лумпур, они могут быть весьма и весьма дорогими. Зависит это, в общем-то, от многих факторов, таких как, например, стоимость обслуживания самолетов в конкретном аэропорте и многих других. Так вот, в Юго-Восточной Азии иногда значительно дешевле бывает добираться через некоторые китайские города. Таким образом, вы, например, летите из Москвы, ну, допустим, до Шанхая, и из Шанхая уже бюджетными авиалиниями летите, скажем, до Бангкока. Ну и давайте перейдем к еще одной интересной теме. Это поиск и бронирование жилья. Лично я уже очень много лет пользуюсь исключительно booking.com, но также в ближайшее время я планирую попробовать сервис Airbnb, который сейчас очень популярен. До сих пор его не пробовала, но думаю, что в ближайшее время это случится. И по поводу booking я, в общем-то, всегда действую одним и тем же образом. Я отбиваю все данные. Это количество номеров, количество гостей, даты, район или город, куда я собираюсь поехать. И затем использую одни и те же фильтры. Итак, сайт booking.com показывает нам все отели, которые есть на данные даты в конкретном городе. Затем я выбираю цену за ночь. Я выбираю обычно 2 или 3 минимальных цены, которые меня устраивают. Затем я сортирую все отели по оценкам, по отзывам. И затем я выбираю все отзывы. Таким образом я получаю отели, которые имеют самые лучшие оценки. И в то же время они наиболее бюджетные и подходят мне конкретно по цене за одну ночь. На что я вам очень советую обратить внимание при бронировании отелей. Это два пункта. Во-первых, это удаленность отеля от центра города или от основных достопримечательностей. Очень часто так бывает, что отель с хорошей ценой и с неплохими оценками находится либо в аэропорту, рядом с аэропортом, либо просто где-то за городом. Поэтому если вы не планируете по полдня тратить на то, чтобы добраться от отеля до достопримечательностей, до центра города, я вам советую все-таки обращать на это внимание и обращать внимание конкретно на общественный транспорт, который ходит рядом с тем местом, где вы будете проживать. Ну и второй пункт. Это очень внимательно читать описание отеля, которое вы выбрали. Конкретно обратить внимание на порядок проживания в отеле, а также обратить внимание на бронирование. Является ли услуга бронирования в данном отеле платной или бесплатной? Что я имею в виду? Некоторые отели не возвращают деньги, если вы отменяете бронирование, либо у них есть какие-то специальные условия. Например, за 7 дней до заезда вы уже не можете отменить свою бронь, не потеряв какую-то сумму. Следующий важный момент, на который на самом деле мало кто обращает внимание, это такси из аэропорта. Это большая статья расходов, как и вообще транспорт по непосредственному месту, где вы планируете отдыхать. Поэтому обратите внимание, во-первых, на информацию об общественном транспорте, во-вторых, на информацию конкретно об общественном транспорте, который ходит из аэропорта до вашего отеля. Например, когда мы были в Америке в первый раз, мы были там 3 недели, у нас по плану было 5 городов, очень много переездов, очень много перелетов. И мы посчитали, что если бы мы пользовались такси, а не общественным транспортом, мы бы потратили в ту поездку на 500 долларов больше. Согласитесь, это довольно приличные деньги, которые можно потратить с большей пользой. Следующий пункт, это позаботиться о страховке. В некоторых странах, например, в том же Таиланде, если что-то с вами происходит, и вам необходимо обратиться за медицинской помощью, это может влететь просто в копеечку. И второй момент, это ваши финансовые документы, конкретно банковские карты. Обязательно перед поездкой проверьте, не кончатся ли они у вас во время вашего путешествия, не кончились ли они уже, я имею в виду, срок их действия. И также обязательно предупредите банк о том, что вы собираетесь поехать в другую страну, чтобы они не заблокировали вам карту, увидев подозрительные операции из-за границы. И еще обратите внимание на то, что у разных банков разные условия по поводу оплаты банковскими картами в других странах, а также разные условия по поводу снятия наличных в других странах. Если вам интересна информация по поводу банковских карт, по поводу шопинга за границей, по поводу того, как совершить удачные покупки за границей, то посмотрите мое видео «Шопинг в Гонконге». Я надеюсь, что вы там найдете для себя много всего полезного. Ну и когда у нас готовы все документы, есть билеты, забронирован отель, приходит момент для самого-самого приятного, для самого интересного, непосредственно для планирования самого путешествия, для планирования тех достопримечательностей, которые вы посетите. В этом вопросе я советую вам обратить внимание на различные сайты, на различные блоги путешественников и, конечно же, на форум Винского. Я думаю, что для всех, кто путешествует, путешествует часто или только мечтает о путешествиях, форум Винского — это просто ресурс русскоязычный номер один. Кстати, я не очень хорошо отношусь на самом деле к путеводителям, потому что я считаю, что в путеводителях, по крайней мере, если путеводитель вышел хотя бы год тому назад, все вот эти места, которые там перечислены, маршруты, они очень часто бывают уже хоженые-перехоженые вдоль и поперек. Скорее всего, на таком маршруте вы встретите толпу таких же туристов, как и вы, и это может быть, ну, немножко не так интересно, как было бы, если бы вы посещали места действительно нетуристические. Также еще по поводу путеводителей хочу заметить, что очень часто различные сайты туристические либо путеводители дают заведениям, ну, например, ресторанам, либо барам, свои знаки качества, знаки, так скажем, отличия и так далее, рекомендации, в общем. После того, как путеводитель либо сайт дал какому-то заведению вот этот знак качества, очень часто в этом заведении цены взлетают до небес, и это на самом деле большой минус того, чтобы вот следовать рекомендациям путеводителей и сайтов подобных. И также я вам очень советую завести себе таблицу, например, в Excel, куда вы занесете все данные по поводу вашей поездки. Это цены на авиабилеты, например, которые вы купили, на различные развлечения, которые вы собираетесь посетить. И когда мы как раз ездили в Америку в первый раз на три недели, мне такая таблица очень сильно помогла. Без нее я буквально была бы как без рук. Я постоянно с ней сверялась, потому что такое количество информации постоянно держать в голове довольно затруднительно. Ну вот и все мои советы на сегодня. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, что оно было для вас полезным. Если вы хотите больше видео на такую тему, особенно если вы хотите видео по поводу покупки авиабилетов, обязательно напишите мне в комментариях, я с удовольствием их для вас сделаю. И спасибо большое, что вы посмотрели этот ролик, и до встречи в следующих видео. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!